Здравствуйте, дамы и господа, с вами программа Дикий Дикий Запад в студии Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша. Привет, Иван, и привет всем нашим слушателям. Подбиваем итоги сегодня 2020 года. Надеюсь, что вам будет это интересно, потому что мы для вас подготовили целый большой-пребольшой обзор. Но сначала Даша нам расскажет, как этот год, 2020 год, видели сами американцы, что они о нем говорили. Так, бачили американцы читачи, скажем так, видание The Washington Post, и это видание попросило своих читачів назвать слова, которые на их думку отображают то, каким самым стал 2020 год для них. И там очень много слов на самом деле есть, но в тройку лидеров вошли такие слова. Веснажливый, загубленный и хаотичный. Иван, ты как согласен с таким? У меня год, на удивление, был хороший, поэтому нет, я лично не согласен. Но, с другой стороны, я понимаю, что большинство людей, в общем, было не очень хорошо в этом году, и поэтому, уже в 2020 году, в прошедшем году. Поэтому я думаю, что, наверное, такая оценка имеет право на существование, поскольку все-таки, действительно, да, многие пострадали очень сильно. Но и краины, и люди, и окраины, и все на купу, и бизнес, наибильше. И политики тоже, потому что вот взять того же Дональда Трампа, для которого год начался вообще с огромных проблем. Если ты помнишь, у него продолжалась процедура импичмента, и еще было непонятно, останется ли Дональд Трамп президентом, или он вылетит досрочно, как пробка из Белого дома. И кто став причиной разговора с Володимиром Зеленским, и тут без Украины никак не обошлось, насправдя. И что? И в результате, после этой процедуры, так, и Сенат не поддерживал импичмент Дональда Трампа, и Трамп выехал на кони. Ну смотри, Валерий, что такое импичмент? Давай, так сказать, начнем с того, что импичмент это вообще объявление о несоответствии занимаемой должности. То есть Конгресс Нижняя Палата Парламента, а Палата представителей объявила, что да, Трамп не соответствует занимаемой должности, то есть объявила ему импичмент, но уже потом дальше Сенат должен был решать оставить Трампа в должности или выгнать его. И Сенат контролируемо республиканцами и сказал, что нет, нет, пускай работать. Так, ну так, насправді это было очевидно, потому что там большинство республиканцев, и было сразу зрозумяло, что он не будет поддерживать импичмент, так? И я бы тут еще додала, что это третий випадок в истории США, когда справа так с импичментом дошла уже до Сенату. Да, ну я что хочу сказать, мне кажется, что очень многие республиканцы, которые тогда поддержали в Сенате Трампа, они сейчас очень жалеют, что они это сделали, потому что Трамп устроил, по сути дела, гражданскую войну в их партии, и добро это для многих из них не закончится. Но ты тут погодишься со мной, до речи, что после того, как Сенат не поддерживал импичмент, Трамп считался лидером просто президентской гонки в будущем, уже знали, что он снова будет балотоваться у президента, и как ожидали, что он победит на этих выборах. Да, все были в этом уверены, более того, даже американский вот этот журналист известный Боб Вудворд проводил интервью, серию интервью целых с Дональдом Трампом как раз в это время, и они говорили обо всем, обо всем, и Вудворд говорил, что, ну, видимо, да, это будет будущий президент, потому что для Трампа все складывалось очень хорошо, пока не началась пандемия. Так, пандемия просто взяла и вкрала в него все голосы, и, до речи, это чисто его вина. Да, вот тот же Боб Вудворд, о котором я только что сказал, он проводил в ходе этих интервью, Трамп ему рассказал, что эпидемия очень сильная болезнь, очень страшная, все очень-очень плохо, но Трамп сам лично решил не придавать большому значению этой эпидемии, он подумал, что если он будет делать вид, что все хорошо, то все и будет хорошо, и Трамп больше всего боялся за экономику, чтобы экономика не пострадала, но в результате она пострадала еще сильнее, чем если бы он принял какие-то решительные меры по борьбе с эпидемией. Ты знаешь, на кого наиболее мне Трамп схожий был в своем ставлении до пандемии, до коронавируса? На Лукашенко. Потому что у них даже месседжи, которые они посылали, те, что писал Трамп у Твиттера, они очень перегукуются с тем, что говорил Лукашенко сам, что это какой-то легкий грипп, который ничего плохим не упорнется. Да, Лукашенко и еще бразилиц Болсонару, и на самом деле Владимир Путин, потому что в России тоже сначала вся пропаганда говорила, что ничего страшного нет, и вообще говорили, что на русских это никак не влияет. Коронавирус действительно, ага, никак не вражает россиян. Ну да ладно. И в чем еще справа? В том, что в США очень поздно вели карантин. Вот в чем, наибольшая беда, скажем так. Да, поздно, не везде из-за этого болезни начала гулять, и Америка стала самой пострадавшей страной от коронавируса среди всех западных стран. Сколько у них? Уже более 20 миллионов, по-моему, языково. Да, да, там какое-то кошмарное число, причем, если сравнивать с соседней Канадой, то это даже иногда кажется, что какие-то нолики кто-то пропустил. Понад 300 тысяч людей у них померли, и знаешь, почему еще проблема? В том, что сейчас, на самом деле, там еще гирша ситуация, чем дальше, тем гирше, и люди очень сильно заражаются дальше. Да, но будем надеяться, что все-таки создание вакцины, о которой мы еще сегодня поговорим, все-таки способно будет остановить эту историю. Потом протесты из-за убийства чернокожего американца Джорджа Флойда начались в Америке, если ты помнишь, весной это была тоже очень большая тема. Очень многие люди протестовали, требовали изменить полностью законодательство, а многие говорили даже, что нужно отобрать все деньги у полиции, поскольку полиция вместо того, чтобы охранять людей, их убивает. А тебе, до речи, не кажется, что эти протесты, они так же негативно повпливали на президентскую кампанию Трампа? Да, потому что в значительной степени да, потому что многие люди действительно сказали, что нам надо что-то делать с полицейским насилием, и многие стали обвинять в том, что там не все хорошо от Трампа. Но, как выяснилось потом уже на самих выборах, что на самом деле месседж Трампа о том, что нет, давайте вводить law and order, то, что он называется, законопорядок, это тоже с многими резонировало, поэтому не так уж и сильно все боялись за полицейское насилие, а многие говорили, что нет, надо приструнить в этих самых демонстрантов, которые начали все громить, поджигать и так далее. Это тоже было очень негативно для демократов, на самом деле. А знаешь, чем это все закончилось, в конце концов? Тем, что в жевне, если я не помню, полицейского, который именно наступил так на шею Флойда и задушил его по факту, его выпустили из вязаницы, миллион долларов, по-моему, заставы внесли, и он вышел. Я еще не удивлюсь, если его оправдают потом, потому что, скорее всего, этот полицейский действовал в строгом соответствии с инструкциями. Сейчас появляется огромное количество статистики о том, что, на самом-то деле, чернокожих убивают больше, чуть ли не в процентном отношении, черные полицейские, чем белые полицейские. Поэтому говорить о том, что в полиции процветает расизм, ну, как бы, скорее всего, не имеет смысла сейчас. Может быть, там оно только и есть, но не так, что вся полиция расистская. Но она по бытовому ревне венье. Да, такое, это, кстати, вот, когда в Америку приезжаешь, чувствуется, что, конечно, черные и белые живут в параллельных обществах, они даже говорят на разных, по сути дела, языках, потому что черный, английский отличается от белого, английский очень сильно слышно это. И сидят, они отдыхают часто, поразни и так далее. Ну, в общем, это есть, но я думаю, что с этим все-таки американцы будут способны как-то справиться. До речи, президентом уже был Барак Обама. Да, но он, как бы, не совсем черный, он, точнее, наполовину черный, наполовину белый, причем отец его из Кении, а не из афроамериканцев, поэтому здесь немножко другая ситуация. Сейчас у нас будет небольшая пауза, а потом мы до вас повернемся и продолжим. Продолжаем разговор. Иван Яковин и Дарья Колесниченко, Дикий Запад, в эфире Радио НВ. Подводим итоги 2020 года, и, как мне кажется, одним из самых главных итогов был запуск космического корабля Crew Dragon с ракеты-носителя Falcon 9, которая была осуществлена в мае Илоном Маском впервые за десяток лет, десятилетия, да, примерно прошло, с тех пор, как американские шаттлы встали на прикол, и американцы полностью зависели от Российской Федерации в деле вывода своих людей в космос. Давай и сгадаем, как отреагировала на это, власне, Россия. Ну, в России, конечно, там бомбило очень многих. Было огромное количество всяких твитов и так далее. Говорили, что нет, все равно у вас все плохо, все хуже, но надо сказать, конечно, Crew Dragon – это корабль абсолютно нового поколения. Он выглядит даже совсем иначе, снаружи и внутри, чем выглядят Российские Союзы. Это, конечно, абсолютно новое, и шаг вперед, почему не шаг, а я бы даже сказал прыжок вперед в будущее. Так, я даже скажу, до речи, что не буду рекламовать какие-то самые украинские политики. Наверное, они писали там, ну, не больше так, про кремлевское настроение, налаштованное, и они даже писали, что ось, Радянский Союз, в них были там такие сильные ракеты, а то, что они там делают, эти американцы, это вообще какая-то повная несенитница. Это такая заздрость. Да, эти люди просто не понимают, о чем речь. Почему? Потому что сейчас Илон Маск переводит покоение космоса в другую ценовую категорию. То, что стоило там сотни тысяч, будет стоить просто тысячи, а то, что стоило тысячи, будет стоить там доллар-два. Поэтому я думаю, что в очень недалеком будущем, на самом деле, даже самой России будет проще заплатить Илону Маску за отправку своих космонавтов на МКС, например, чем самим делать новую ракету «Союз» с космическим кораблем «Союз», потому что это реально будет просто супердорого, а заплатить Маску будет дешевле там в 10 раз, например. И чем будет займаться Роскосмос после этого? Этого не знаю, потому что, скорее всего, да, потому что, на самом деле, при нынешнем руководителе Роскосмоса Дмитрии Рогозине, Роскосмос, по сути дела, был уничтожен и погиб. Это надо принять и признать, потому что это действительно так. Ну, давай дальше перейдем. С Крюдрегоном это, конечно, все хорошо, но там еще, кстати, осенью был испытательный полет спейсшип корабля. То есть это еще более крутая история, но это пока мы не будем затрагивать, потому что там еще все не доделано. Что важно еще, надо сказать, по этой теме. После все лето практически в Америке было такое затишье, особо новостей никаких не происходило. Готовалась до выборчей кампании. Да, там шла кампания, но ничего такого суперважного не было. Но вот осенью умерла Рут Гинсбург, одна из судей Верховного Суда США, самая либеральная женщина-икона, как ее называют, потому что она всегда была, наверное, самая главная судьей-феминисткой и судьей-защитницей прав, обделенных и несчастных людей. И когда она умерла, конечно, для всей либеральной Америки давала большая потеря. Это была очень большая потеря для всей либеральной Америки, но это была очень большая перемога, не побоюсь этого слова, для Дональда Трампа, для которого извольнилось место в Верховном Суде. Это точно. Освободилось место и ничего не успели, извиняюсь за слово, закопать Рут Гинсбург, как Дональд Трамп выдвинул Эмми Коуми Барретт, очень консервативную женщину-судью из штата Индиана, на должность освободившуюся при смерти Рут Гинсбурга, судей Верховного Суда. Да, ее назначили, давай честно скажем, Эмми Коуми Барретт стала судьей Верховного Судя, но когда в Белом Доме по этому поводу пройшла вечеринка, вот эта вечеринка тоже вошла в историю, потому что почти все ее учащили, ну очень многие заболели коронавирусом. До речи, я скажу, что заразилися, знаешь, напевно это такая карма полиции как-то приехала, потому что насправдь Коуми Барретт не мав Трамп назначати, сгідно с законом он мав на это право, но сгідно с традицией американской, по факту, этого нового судья Верховного Суда на месте Гинсбург мав призначать новый президент после президентских выборов. Можливо, это мог бы быть и Трамп, кто его там знает. Ну, так вышло, что не он. Но он взял и назначил, потому что он готовился до выборов. Да, он более того, он с Трамп собирался, и даже до сих пор собирается, потому что еще 20 января не наступило, еще не пришла у нас инаугурация, да? Он до сих пор собирается как-то испортить инаугурацию Байдену и занять его место. Я не знаю, как это, но в любом случае, надо сказать, конечно, что многие люди заразились коронавирусом на вечеринке, посвященной назначению Микоум и Барретт, судью Верховного Суда, и в этот момент сразу после этого заражения массового в Белом доме было больше зараженных коронавирусом людей, чем во всем городе Вашингтоне. Это, конечно, поразительное достижение администрации Дональда Трампа. И сам Трамп тоже заболел. Я скажу, что не только Трамп захворел, захворела его дружина Меланія, также потом захворел его, так, сын, и Трампа отправили куда-то? В госпиталь, да? В госпиталь. Да, он, на самом деле, у него в какой-то момент очень сильно обострилась ситуация со здоровьем, его срочно отправили на вертолет в госпиталь, и там он с помощью самой новой, самой модной современной терапии, он оклемался довольно быстро и объявил, что он вообще не уязвим для коронавируса. То есть человека болезнь даже собственная абсолютно ничему не научила, он продолжал выступать и говорить, что он самый крутой. Я скажу, что это было даже страшно, потому что Трамп перехворел, так, и он начал всем рассказывать, что COVID-19 это вообще так, знаешь, как бытовое явище и ничего страшного в том нет. И помнишь, он тогда даже хотел повернуться из шпиталя в Белый Дим в костюме Супермену. И снять с себя футболку, и чтобы под футболкой была вот эта Суперменская латексная одежда. Это, конечно, правильная. Я думаю, треба очень большое спасибо сказать людям, которые его от этого отмолили. А я думаю, наоборот, я бы хотел очень посмотреть. Это было очень прикольно. О, я не знаю, мне все-таки фето, что я какие-то все-таки... Ну, представляете, жирного Трампа в спортивной форме Супермену, мне кажется. Знаешь, что у него мое быть? Знаешь, как Супермен тримает так руку и так перед собой. Мне кажется, что у него в руке мое быть чемусь пакет с Макдональдса. Да, из Гамбурга. Да, да, да. Он же любит просто такую ежу. Да, кстати, еще в этом году такое интересное событие произошло, которое тоже нельзя забыть. Камалу Хэррис избрал Джо Байден в качестве своего вице-президента. Это впервые, когда на такую должность была выдвинута в истории США женщина, причем не белого происхождения, а наполовину цветного, скажем так, потому что она наполовину чернокожая, наполовину индианка Камала Хэррис, хотя у нее белый муж, что ей, кстати, многие часто ставят в вину даже, говорят, что она не по-настоящему черная. Но, тем не менее, надо сказать, что да, вот такое случилось. Это впервые в истории США. В чем заключается важность цієї посады? Потому что, в разе в том, что Джо Байден помре, не дай бог ему здоровья насправді, але, ну, всякое буває, так жити, тем більше ему там нещинат сроків, то саме вона стане виконуючи обов'язки президента США. Да, и тогда в этом случае впервые президентом США станет женщина, да еще и не белая, а чернокожая плюс индианка. Вот это, конечно, было бы очень интересно. Ну, давайте продолжим разговор о главных событиях США через коротенький перерывчик. Главным, конечно, событием уходящего, ушедшего 2020 года в США стали выборы президента этой замечательной страны, на которую я, кстати, съездил. Я думаю, те, кто смотрит, слушает нашу программу давно, видели это. В Америке это, конечно, было суперсобытие, прямо скажем. Очень многие люди боялись, что возникнут какие-то потасовки, драки и что-то такое после выборов. Оно и было, потасовки, драки были. Они были, правда, не сразу после выборов, а спустя некоторое время. Но, конечно, супер важно то, что Дональд Трамп проиграл. Весь мир вздохнул с облегчением Джо Байдена. Так, до речи, хотела в тебе запитатися, словом, каким бы ты описал такой настрой, який был тогда у Вашингтоне, день выборов? Тревожно очень было. Очень тревожно. Потому что за Вашингтоном город суперлиберальный, там все, конечно, за Джо Байдена. И очень многие боялись, что Трамп не признает итоги выборов или отменит их, или ведет чрезвычайное положение, или что-то еще такое. Их не признает. Да, он не признает, но он не вводит, слава Богу, никакого чрезвычайного положения. Нет там военных на улицах и так далее. Потому что что тогда шло в Вашингтоне, я не знаю, как сейчас там ситуация, но тогда вокруг Белого дома строилось несколько заборов, прям несколько линий обороны, стены возводились, по сути дела. Такое объяснение было, что Дональд Трамп собирается отбиваться от всей остальной Америки и засесть в Белом доме и отстреливаться оттуда. А ты не думаешь, что он боялся просто? Насправдя, если что-то не так пойдет, то он боялся, что люди так возьмут и будут там захопливать Белый дом. Я думаю, он до сих пор этого боится. На самом деле у него очень много чувствуется страха, потому что я был там несколько лет назад в Америке, и, конечно, таких баррикадов вокруг Белого дома ничего подобного даже не было. А сейчас Белый дом, на самом деле, просто невозможно разглядеть. Надо идти туда к монументу Линкольна, чтобы посмотреть. Вашингтон, извиняюсь. Ты не думаешь, что люди, которые так, прихильники Джо Байдена, которые, в принципе, могли бы пойти на Белый дом и, я не знаю, стрелять в Дональда Трампа, это не те люди, которые, в принципе, могут так это делать самим по себе. Потому что прихильники Дональда Трампа это люди, которые могли бы взять и вынести Джо Байдена из Белого дома, да и все. А у Трампа нет. Да, я думаю, у Байдена нет таких людей, потому что там, конечно, это хипстеры, какие-то тинейджи. Ну, а еще они не сдать, не просто такие одежды. Немножко накуренные ребята, точнее, многие даже немножко нормально накуренные, как благо было легализовано это все дело в Вашингтоне. Но смысл в том, что, конечно, предосторожности у Трампа было слишком много, но проблема в том, что он не признает до сих пор итогов. Он все время хочет что-то устроить. Я боюсь, что он даже после инаугурации Байдена будет пытаться что-то сломать, что-то изменить и как-то подставить Байдена, чтобы тот перестал быть президентом. Я вот, кстати, очень боюсь, знаешь чего? Что до инаугурации президента Трампа попробует напасть на Иран, начать войну с Ираном. И тогда, конечно, все абсолютно поменяется, все это будет огромным подарком Владимиру Путину. В Америке будут начнутся громадные проблемы. В общем, это было бы ужасное событие. И я боюсь, что Дональд Трамп, желая подставить Байдена, может что-нибудь такое устроить. Дорочи, помятаю, что Трамп планует с Уивеном врать параллельно с Джо Байденом. Да, куда мы с тобой записались? Ну, я думаю, физически мы туда вряд ли попадем, но хотя бы посмотрим в интернете. Может быть, это транслятие на Фейсбуке. Да, еще что хочу важно сказать, вот опять же, что касается выборов в США, после этих выборов было очень много разговоров, до сих пор идут разговоры со стороны людей Трампа о том, что возможно начало гражданской войны. Многие люди в Техасе, например, говорили о том, что надо отделяться от Соединенных Штатов, потому что Байден это педофил и поклоняющийся сатане. И так далее. То есть куча всякого бреда началось, чего раньше в Америке не было. Дивись, если выделяете какие-то факторы, которые повпливали на то, что Трамп програв выборы, что для тебя это? Конечно, его реакция на COVID, она была абсолютно максимально бестолковая, хотя он мог, если бы он действовал нормально, он мог бы к минимуму свести распространение этой болезни в США, потому что Америка очень мощная медицинская система и очень много денег. Это можно было сделать, но не сделали. На самом деле, очень удивительно, так выглядит, что США занимают первое место за количество инфекционных. Это безумно. Для их медицины это просто все жахливо. Первое, так, COVID, а что еще? Наверное, протесты, как на меня. Как он реагировал на них? Да, это странная, как ее называют, нерациональная реакция у него была на все происходящее в Америке. Ну и в конце концов он уронил экономику. То есть он не реагировал на COVID ради того, чтобы спасти экономику, но экономика все равно рухнула. И виноват в том, опять же, Дональд Трамп. И Трамп, знаешь, что делал? Он весь час перекладывал ответственность за ситуацию с коронавирусом на кого-то. И абсолютно ничего не докладывал, никаких усилий, чтобы США как-то все это все остановить. Спочатку он рассказал про то, что это китайская чума, и все, Китай виноват, и что у них есть доказательства того, что там так створили они специально этот коронавирус. Потом он рассказал про то, что ВОЗ, так, Советная Організація охороны здоровья, виноват в том... И Антоні Фауч у него был виноват, и кто-то еще, но только не он сам. Но в результате... США навіть вышли из ВОЗ. Да. Ну в реальности, конечно, конечно, виноват сам Дональд Трамп, потому что он все пролюбил, скажем так. Но он не втрачает надежду. Он собирается снова идти. Если он сможет подставить серьезно Джо Байдена, и президентство Джо Байдена будет неуспешным, то в 2024 году Трамп вполне может еще стать. Думаю, у него есть шансы все-таки. Думаю, есть. Потому что, ну, в конце концов, за него проголосовало больше людей на этих выборах, чем проголосовало на прошлых выборах. Поэтому его база поддержки не сократилась, увеличилась. По-перше. По-друге, он очень нарушает влияние в республиканские партии самих. То есть он там не собирается вообще идти с политики, и даже его донька Иванка Трамп так же собирается займать какие-то остальные места в республиканские партии. Да, поэтому говорить о том, что после поражения на этих выборах Трамп выпал из американской политики и не приходится. Кстати, многие очень телеканалы обязательно будут его снимать и показывать, хотя говорят, что нет, не, не, мы этого делать будем. Все равно будут. Почему? Потому что, как только Трампа показываешь по телевизору, сразу рейтинги, то или на передаче, моментально взлетают. Поэтому ради денег они будут его показывать. И давай скажем, почему он так же не хочет остаться полностью политикой, потому что у него начнутся проблемы просто после этого. Да, если арестовать, судить кандидатов в президенты очень тяжело по американским представлениям, то проворовавшегося такого жулика и мошенника, которому, конечно, является очень легко. У него и проблемы с податками есть, так? Я уже мовчу про то, сколько жёнок его звинувачивают в домганьях, так? Насправді. И я думаю, что у него, если он пидет из политики, будут такие проблемы, потому что ему идти не варто. Обязательно. Да, поэтому у него нет другого выхода, как оставаться и пытаться испортить жизнь Джоа Байдена, чтобы потом снова занять место в Белом доме. И не дарма. Зараз идут, йде мова про то, что, может быть, может быть так, что он сам себя помилует навіть. Так почти наверняка это случится. Я даже очень удивлюсь, если он сам себя не помилует. Я почти уверен, что это произойдет. Ты знаешь, единственная причина, как на меня, по которой он не сделает это, это то, что он тогда не сможет перемогти в 2024 году на выборах, потому что это будет очень большой минус ему. Я думаю, это не будет ему минус. Нет для него минусов. Ему обплевать абсолютно все. Все его сторонники его поддерживают, даже если он на самом деле будет убивать людей, причем делать это голым. Давай мы потом про это говорим, уже в следующей части. Продолжаем разговор. Дикий Запад, Дарья Клесниченко, Иван Яковин, в студии НВ. Говорим о главных событиях в США в 2020 году. Поговорили мы о Дональде Трампе, о том, как он проиграл эти выборы, о том, как Джо Байден выиграл выборы, но на этом, конечно, история не закончилась, потому что крупнейшим событием в американской истории 2020 года было создание вакцины. Вакцины, которую создали уже сейчас три, а вообще-то, говорят, сначала две, было компанией Pfizer и Moderna. Это, конечно, чудо, на самом деле, научное, потому что оно сделано на принципы РНК, матрицы, как-то что-то такое. Это очень сложная история, но чем она крутая, эта история, я просто объясню, чтобы было понятно. Во-первых, вакцина создана всего лишь за 9 месяцев, чего раньше никогда не было. До этого вакцины создавались годами. Это во-первых. Во-вторых, эта вакцина, она работает следующим образом. Она как бы обучает клетки нашего собственного тела производить белки, которые похожи на белки вирусные. И когда, потом, не дай бог, то есть, наша иммунная система видит эти белки, учится их уничтожать, и потом, когда вирус попадает в организм, то наша иммунная система просто моментально сжирает этот вирус. Чем это круто? Ну, во-первых, тем, что это уже работает против коронавируса. Во-вторых, тем, что подобным же образом можно будет обучать наши организмы реагировать на всякие другие вирусы и бактерии. Это тоже очень хорошо, потому что они все так или иначе производят какие-то белки. А третье, и в перспективе тоже суперважное, то, что таким образом можно будет тренировать нашу иммунную систему, распознавать белки, которые вырабатываются раковыми клетками. И таким образом, по сути дела, в некоторой перспективе, там, не знаю, лет через 10, может быть, созданут вакцину против некоторых видов рака. А это уже суперсерьезно. То есть, таким образом, благодаря сражению против коронавируса, мы, люди человечества, получили, возможно, получили какое-то средство борьбы с самой неприятной, самой злобной и самой болючей болезнью наших дней. Давай скажем сразу, что в США уже началась вакцинация від ковида. И вакцинуватись в тих, и сам Джо Байден, и Камала Харрис, и... Лидеры Сената Конгресса. Найнсі Пелосі. Да, многие врачи, уже, короче, 2 миллиона человек получили вакцинацию, с лишним, может, больше миллионов. Знаешь, что я заметила, что Дональд Трамп говорил, что вакцинация идет просто рекордными темпами и все так классно, даже лучше, чем мы думали, но параллельно, так, он охрана здоровья, по-моему, говорит, что, наоборот, погано. Сейчас все идет, и меньше людей вакцинуются, чем думали с начала. Они хотели 20 миллионов людей вакцинировать до Нового года, это, очевидно, не случилось, но, надо сказать, я буквально несколько дней назад слушал интервью на эту тему одного из медицинских специалистов, он говорил, что, да, такие огромные операции по вакцинированию сотен миллионов людей, они начинаются очень медленно, но потом они набирают обороты, и уже дальше там к весне, к лету все пойдет как понакатанное, и все будет гораздо быстрее. До речи, я тут скажу, что доктор Антоні Фаучи, это их главный инфекционист в США, так, он просто занимает первое, это главный человек в американской медицине, напевно, сейчас. Сейчас, да. Вин подраховав, что от 70 до 90% американцев должны иммунитет, чтобы вирус полностью и жизнь нормализировалась целиком. Ну, я думаю, к лету это будет достигнуть этой цифры, тем более, сейчас многие американцы просто заболевают, и у них иммунитет обрабатывается естественным способом, плюс еще многие сейчас миллионы получат вакцину, то есть, я думаю, летом уже все будет нормально, и Америка сможет вернуться в нормальное русло, а вместе с Америкой весь остальный мир будет хорошо. И разом с Америкой повернется нормальное и жизнь культура, потому что вона так же очень сильно постраждала последним временем. Мне кажется, что культура это, в целом, сфера, которая, напевно, первое место занимает, або, ну, второе, нехай, так, входить в какую-то стрику, сферы, которые постраждали наиболее от ковиду, потому что они вообще не работают. Транспорт, наверное, всякая индустрия досуга, ну, там, ну, культурные, да, концерты. Туризм, плюс, конечно, да, концерты, Голливуд и так далее. Голливуд в страшном кризисе, потому что сейчас не знают, как распространять свои фильмы, так, чтобы их посмотрели и заработать на этом. Да, ты читал, чи не, ось недавно був скандал, когда на снимальный майданчик, так, фільму прийшли там люди, которые там работают без масок, и был Том Круз, известный голливудский актор, он просто влаштовал скандал, потому что они были без масок, он сказал, если они будут дальше ходить без масок, могут вообще сюда больше не приходить. Ну, правильно дело, потому что у них тоже должны быть какие-то меры предосторожности, потому что, в конце концов, в Голливуде там тысячи и тысячи людей, если все перезаражают друг друга, ничем хорошим это не кончится. Такий Оскар уже навіть перенесли, по-моему, на квітень 2021 года, и правильно сделали. Да, я думаю, да, потому что, ну, претендентом на Оскар был бы единственный, наверное, фильм «Тенет», это Кристофер Нолана, который вышел на большой экран, на котором никто ничего не понял, я, честно сказать, то не очень... навіть не смотрелася, до речи. Не, ну, посмотри, все равно ничего, с первого раза точно ничего не поймешь, там со второго, третьего, может быть, там начнут какие-то понимания, ну, Кристофер Нолан, как говорится, сам себя превзошел, у него обычный, это замороченный фильм, а тут просто караул какой-то получился, вот, я, мне этот фильм, наверное, самое большое впечатление произвел в этом году, кстати, из сериалов американских, что тебе больше всего понравилось в этом году? Ну, мне подобаются «Споткуемцы». Да, я не смотрю, я вообще в этом году что-то по сериалам не ударил, ну, я просто знаю, что многие люди любят сериалы, я так не знаю. Не, я, до речи, не дуже люблю, но мне подобаются «Споткуемцы». Вони цього року дуже багато «Эмми», статуи, я так здобула. Про музыку зато хочу сказать, что вот Билли Айлиш стал у нас самой супер, наверное, главной звездой в мире, девушка молодая, ей, по-моему, еще 20 лет нет, но при этом она, кстати, оказала очень большое влияние на американскую политику, поскольку в этом году она очень активно топила за Джо Байдена, и тем самым многие люди молодого, особенно поколения, говорят, что она их подвигла идти голосовать, потому что Билли Айлиш они слушают. До речи, очень классно, когда люди, которые имеют влияние на людей, не очень старых, как они делают такие заявки, и кроме Билли Айлиш, как на меня очень значительный влияние мает Леди Гага, которая даже набирала, по-моему, 5 миллионов долларов на помощь постражданных от COVID-19. Да, тоже молодец, конечно. Ну и Билл Гейс, нельзя про него забывать, который его конечно сейчас обвиняют всякие конспирологи в том, что он всех хочет типировать, но на самом деле он сделал очень много для того, чтобы и для производства вакцины, и для распространения молодец большой деньги свои тратить заработанные честно на нужные вещи. Я, до речи, заметила, что большинство культурных действий они чемусь поддерживают демократов. Я бачила, что известная актриса и Ява Лангорія поддерживала Господи, Трампа Байдена, и Тейлор Свифт, по-моему, так само выступала. Это традиционно, те люди, которые, скажем, так или иначе работают с эмпатией, они традиционно выступают за демократов. Кто поддерживал Трампа из известных людей? Я даже не могу вспомнить никого. По-моему, Клинт Исс, единственный. Я памятаю, когда в 2016 году Трамп перемег на выборах, то очень против него жестко выступал Роберт Де Ниро. Он прямо выходил там на протест и записывал какие-то в видеозвернения, и очень часто зерки записывают заклики до выборцев так приходить голосовать. Да, это правда. Ну что ж, 2021 года будем ждать чего? Я думаю, будем ждать главным образом лучше победы над коронавирусом, улучшение экономической ситуации во всем мире, плюс я буду ждать что американских санкций против всяких нехороших режимов, типа Владимира Путина и Александра Лукашенко. А я сподіваюся, что Дональд Трамп залишится таким політиком, який просто, знаете, клоун, який приходит кудись на телебачение, что-то там рассказывает, все смеются, но он не имеет совсем никакого влияния. Ну и да будет так. На этом у нас сегодня все. До пребудет с вами сила. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok